Дальше. Как разрывается контракт с наставником, например, если что-то не нравится? Мне приходилось наблюдать жизнь учителей и наставников и нередко видеть противоречия между тем, чему они учат, и тем, что происходит на самом деле в их жизни. Нечестный человек, на мой взгляд, просто самозванец. Он говорит одно, но делает другое. Понимаете, не каждая ситуация, которую вы видите со стороны, она является таким. Мой наставник говорил мне когда-то, если два бабочка объединяется, один должен умереть. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день. Я сейчас поприветствую вас из аэропорта Санкт-Петербурга. И у меня было немножко времени. И решил вот здесь ответить на несколько вопросов, которые приходят к нам по рубрику «Вопросы Довлатова». И хотел на несколько из них ответить. Поэтому, вот, дальше. Как разрывается контракт с наставником, например, если что-то не нравится? Потому что, может быть, что человек раскрылся как-то по-другому, и нужно это как-то остановить. Вот. Когда надо разрывать контракт? В самом начале, в самом начале ученик, поскольку не знает, наставник должен рассказать ученику в самом начале некое правило. Некое правило. Когда я беру на ученичество, как наставник, у меня есть определенные правила, которые показываю. Например, я говорю, что если три раза, четыре раза дам задание, ты не делаешь, я перестану внимание обратить. Так почему? Потому что я не могу тратить свое время на тех учеников, которые сами не борются. Потом я говорю, что тебе не надо стесняться. При любом случае напиши, звони, когда тебе надо. Я с удовольствием отвечаю. И ежемесячно, каждый месяц я стараюсь встретиться с моим учеником, который у меня индивидуально учится, и полностью, четко, в течение трех лет контролировать его результаты. План, отчет. Потому что я заметил, что те мои ученики, которые ежемесячно со мной встречаются, у них самые большие результаты. А те, которые за полгода встречаются один раз, или два-три месяца встречаются один раз, у них меньше результатов. А вот график, я дам ему, полный свободный график. Я источник, он должен сам бороться. Я ему сразу все объясняю. Что? У тебя есть возможность, вот мои контакты, любой момент, ты хоть звонить, писать, а когда меня нет свободного времени, я отвечаю, это один момент. Второй момент, ежемесячно со мной встречается план, отчет. Мы план, то полностью ты мне показываешь предыдущие, что ты сделал, что ты сделал, а потом мы планируем с тобой на следующий месяц. Ты идешь, сразу их дальше делаешь. Те мои ученики, которые каждый месяц со мной вот это делают, у них самые большие результаты, правда. Самые большие результаты. Теперь, объясняю правила работы, чтобы ученик понял, у меня все расписано, я расписал все. Сначала, вначале я всегда говорил, когда вы просто человеку говорите, он могут забыть. А когда вы все расписываете ему, чтобы он прекрасно понимал, чтобы четко, что он должен делать, что вы должны делать, и так далее, и так далее. Чтобы не получилось так, что некоторые приходят ученики, думают так, раз ты наставник, раз я твою услугу что-то оплатил, как будто ты за мной должен, тебе годами должен возиться, и ты должен терпеть все мои капризы, ты должен мне иногда порой даже мои расходы покрывать, и если я деньги не могу найти, ты меня деньгами погашай. То есть, все, на место того, чтобы самому решать проблемы своей жизни, он думает, что теперь вот такой наставник, это есть волшебная палочка. Якобы вот я нашел наставника, и наставник решает все. И все свой, проблема бизнеса хочет на тебя нагрузить, понимаете? И говорит, а вы не могли бы прийти с моим командам поработать, вы не могли бы делать то. То есть, он бросает мячик вам, чтобы вы решали эти его проблемы. А если вы будете это делать, ученик не растет никогда. Поэтому, если я вижу, что ученик пытается такие вещи делать, я сразу останавливаю, я сразу говорю, подожди, сно, подожди, дорогой мой, подожди, мы не туда идем. Ты должен расти сам, понимаешь? А я твой помощник, я должен тебе просто как указатель дорога показать и давать тебе силу, направлять тебя, помогать тебе, чтобы ты коротким путем пошел. Много не потратили усилий, но эту дорогу ты сам должен пройти, не я. Вот таких случаев обычно разногласия появляются. Если ученик относится к наставнику как ощущение, как к поставщику, это не ученичество. Это вообще не ученичество, понимаете? Потому что наставник вообще не берет. Я такой наставник, например. Я никогда не беру. Миллион долларов мне дал, я не беру вообще. Я сразу выгоняю такого ученика, потому что такой ученик мне не нужен, даром не нужен. Почему? Потому что я не работаю ради денег. Наставничество это не делается ради денег. Наставничество это не делается ради духовных смыслов, которые ты хочешь продолжать жизнь того, что ты смог узнавать, помогать, продолжать свою жизнь, продолжать жизнь того, идеологию, продолжать ту мудрость, чтобы принести больше пользы этому миру. Есть одна притча, однажды человек молится Богу, говорит, о все вишни, о Аллах, удлини мою жизнь. Помоги мне, чтобы моя жизнь была столько-столько у меня волосы на голове. Все вишни говорит, нет. Тогда снова он попросил, говорит, о Аллах, дай мне жизнь, столько-столько ты звезды сделал на небе. Аллах говорит, нет. Он говорит, как я могу делать? Дай мне жизнь, хотя бы равномерно, каждый песчин, который ты создал на этой земле. Аллах говорит, нет. Тогда человек спрашивает, о Аллах, как я могу, что я должен сделать? Что я должен сделать так, чтобы ты помог мне, удлини мою жизнь? И тогда все вишни говорит через ангела, воспитывай учеников. Понимаете, ученики это есть продолжение жизни. Точно так же, как дети, есть продолжение жизни родителей. Они остаются от тебя, эти дети, и говорят, твою фамилию уносят. Но ученики больше, чем дети. Вы понимаете, мудрые наставники иногда могут отказаться от своих детей, но они отказывают от своих учеников. Это правда. Потому что твой ученик могут через твои знания миллионным-миллионным людям помогать, и миллионы изменений к лучшей стороне принести в этом мире. Это очень важно понимать. Поэтому наставник никогда, настоящий наставник, он никогда не берет ради денег. Никогда не берет. Но почему иногда, почему именно я, я создал свою учебу, и сделал, чтобы мои индивидуальные обученики не платили. Почему? Почему оплату вел? Оплата – это фильтр. Фильтр от любопытных людей, от ненужных людей, от кровопотливых людей, которые, знаете, которые твой кровь пьют, на нервах тебе действуют, но они никогда ничего не будут делать. Они просто будут ходить и жаловаться всю жизнь. Так, а у меня-то жизнь одна, а их-то миллионы, их-то очень много. А когда вы вносите оплату, автоматически фильтруется, появляются только те люди, которые будут делать то, что вы говорите. Люди не ценят то, что бесплатно им даете. Если вы им бесплатно даете, они ничего не ценят. И не будут делать сами интересные. И потом, в конце концов, вас упрекают и обвиняют. Я несколько раз даже попытался так делать. Несколько раз даже попробовал так делать. Знаете, с чем я столкнулся? Например, те людям, которые я давал по блату, ну, сказ, давал, ну, чуть-чуть оплатил, и сказал, давай, учись, потом оплатишь. Те людям, которые я так по блату сказал, ладно, хорошо, если денег нет, учись, потом оплатишь и так далее. Именно у этих людей мало результатов. Потому что они серьезно не относились. Они серьезно не трудились. И на моих словах, на моих совете, возможно, относились так, ну, ясно, это понятно, ну, получится ли, не знаю, могу ли я так. Хотя кто-то из них мне откровенно сказал, когда я начал спрашивать, а кто-то из них не говорил откровенно. Но в сути, в итоге получилось, что у них мало результатов. А те мои ученики, которые приходят, вот ты говоришь, вот так, оплачивай и иди учись. И я с удовольствием с тобой помогу тебе все это сделать. Те, которые просто осознанно пойдут, даже если нету, найдут. Кто-то кредиты брал, кто-то долг, машину продал и учился. Эти ребята стали миллионерами, вы понимаете? Эти ребята добились большего результата. Потому что этот человек осознанно идет. Он говорит себе, нет, я лучше пойду учусь, чтобы добиться реального результата. Поэтому наставничество, это есть, когда ты помогаешь ему дойти до определенной конечной цели. Или, по крайней мере, именно хотя бы к этому. Или иногда даже два раза большего можно добиться. Вместе с ним. Вот так. Поэтому вы спрашиваете у меня, как развести, как разрывается контракт с наставником, если между ними что-то не то пошло. Именно вот такие случаи бывают. Но иногда бывает следующая вещь, когда, возможно, иногда бывает, что между наставником и учеником иногда пойдет разногласие. Или пойдет какой-то, как будто, скажем, ученик видит на наставника как будто отца, или брата, или кого-то, какого-то вот такого родного, и так далее. Ничего плохого нет, если ученик видит на наставника роль отца. Ничего в этом плохого-то нет. Или если она женщина, на него видит роль матери, и так далее. Но самое главное, чтобы не произошла привязанность к этому. Чтобы это барьер не происходило. Понимаете? Вот это очень барьер, чтобы не происходило. Поэтому очень важно, чтобы барьер не... Чтобы потом не получилось так, что ребенок отошел от своих родителей и только предпочитает наставнику. Хотя в древние времена, хотя в древние времена говорили так, когда родители привезли своего ребенка к наставнику, они всегда ребенка оставили и сказали, вот мой ребенок, вот мой ребенок, его жизнь тебе принадлежит, а кости мне. Вы внимательно обратите, родители говорили так, вот мой ребенок, его жизнь принадлежит тебе, наставнику так говорили, его жизнь принадлежит тебе, а его кости принадлежит нам. Если его кости остаются, мы заберем. Вот так, так говорили родители, чтобы учителя брали, воспитывали их детей достойным человеком, понимаете? Родители рожают, родители дают нам жизнь, дают нам тело, а вот человеком нам делает наставник. Воспитывает нас в человечность, именно мудрость, наставник, понимаете? Поэтому даже если ученик видит в наставника какие-то духовные смыслы или какие-то взгляды родительские и так далее, ничего в этом плохого нет. Но самое главное, чтобы они не прошли эту грант, чтобы свои родители без внимания не оставили ребенка. Поэтому настоящий наставник что делает? Настоящий наставник воспитывает в ребенка любовь к родителям, забота к родителям, понимаете? Настоящий наставник сделает так, чтобы ученик на руках будут носить родители. Настоящий наставник он такой. Мне приходилось наблюдать жизнь учителей и наставников и нередко видеть парасильные противоречия между тем, чему они учат и тем, что происходит на самом деле в их жизни. Я не склонен считать, что все они живут двойную жизнь. Нечестный человек, на мой взгляд, просто самозванец. И я не хочу их вспоминать в этом вопросе. Я говорю о тех, кого накрыла волна жизни раньше, или они что-то сделали неправильно, просто ошибались. Как и все люди. И теперь пожинают последствия. К сожалению, как говорит Алла Пугачева, как говорит Алла Пугачева, жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. К сожалению, не все ошибки можно исправить. Тем не менее, у таких наставников есть бесценный опыт, и он может помочь другим людям. Что вы сами делаете в таких случаях? Как поступаете? И о чем хотели бы предупредить тех, кто мечтает стать наставником? Внимание обратите. Бывает такое. В жизненной ситуации бывает такое. Например, бывает такое, что этот человек в прошлом совершил ошибки, осознал эти ошибки, а теперь он через эти ошибки, осознавая, стал мудрым. Понимаете? Пройдя этот путь, он стал таким. Пройдя этот путь, он стал мудрым. И у него есть эта бесценная мудрость, которую могут поделиться. Поэтому, когда он об этом поделится, это очень сценно. Ученик должен это понять. Ученик должен понять, что любой человек, который родился, безгрешных не бывает. Он должен понять, что благодаря те ошибки, благодаря те трудности, благодаря те страдания, благодаря те, скажем, что ту боль, которую наставник испытал, благодаря ту боль, которую наставник испытал, пройдя через эту всю боль, пройдя через эту всю боль, наставник эту мудрость накопили для тебя если это боль не испытал если эта трудность он не прошел если он этой ошибки не совершал откуда у него была бы эта мудрость есть знание для дела есть дело для знаний иногда надо уж пережить чтобы понять наставник прошел этого понял и тебе дает и ученик должен миллион раз быть благодарным за это и очень должен дорожить этим он очень должен сценить этого и ученик не должен критиковать наставника за его прошлое потому что его бесценный опыт бесценный дар он только так могут приобрести по-другому никак посмотрите золото золото пройдет через огонь только потом станет дорогое только потом люди его носят на руках если это золото не прошел бы через огонь не попал бы между молот и наковальни у него не было бы такая цена не было бы такая но он не превращал бы драгоценностью понимаете поэтому ученик не имеет права обсудить не имеет права критиковать наставника это в сами первая вещь которую он должен понимать потому что учитель прошел наставник через это страдание и нашел это изуминку и дает ученику однажды сократ сократ стоит на сцене выступает сократ и вдруг кто-то из зале выходит и говорит я знаю этого извращенца я знаю этого вруна я знаю этого безбожьего человека и тут все в шоке смотрят на сократа этот все ученики и так народ начинят попасть на заблуждение но тот момент сократ как раз это тот момент он как раз рассказывал чего-то вокруг него было очень много народа и тут кто-то подошел и так говорит и тогда сократ повернулся и сказал так дорогие мои я был таким человеком как он сказал я был таким человеком грешным я был таким человеком который ошибался в жизни но я работал над собой я работал над собой и стал тем кем вы меня видите поэтому теперь берите это бездарный дождь бесценный мой опыт и используйте свои жизни видите как сократ мудро объяснил это правда и так это действительно так есть поэтому ученик должен синить этого и понимать этого что то золото который у него есть теперь на руках это мудрость который наставник давал она появляется только таким образом в этом ученик должен гордиться этим вы говорите что нечестный человек на мой взгляд просто самозванец и я не хочу их вспоминать в этом вопросе то есть вы пишите что мне приходилось наблюдать жизнь учителя и наставников и нередко видит по прай слой противоречий между тем чему они учат и тем что они приз то есть происходит на их жизни но если вы видите учителя наставника который дальний момент на данном этапе он говорит одно но делать другое есть очень сильные расхождение между его словами и между того что он говорит вот тогда это другое дело это абсолютно другое дело но и в этом случае даже все равно вы не знаете изнутри истинный суд вы со стороны видите со стороны много чего выглядит по-другому потому что чтобы понимать жизнь человека есть народная мудрость пройди по его пройди на его обувь или пройди его путь только тогда поймешь поэтому с какой ученик больше всего добивается успеха тот ученик который не критикуя своего наставника просто молча берет то что это ему надо это бесценный дар опыта и начать практиковать понимаете вот такой ученик больше всего добывается успеха потому что у всех учителей у всех наставник они люди даже пророки у них было тоже минусы у пророков понимаете хотя они были богом избране у пророков тоже если вы внимательно посмотрите видите видите те вещи которые не хотелось бы чтобы то есть тяжело их воспринимать потом тогда как пророка понимаете но несмотря на это бог их выбрал бог их выбрал и направляли на землю потому что у них было что-то хорошее посмотрите жизнь каждого пророка вы что-то найдете в нем что-то тоже по найдете слабости у каждого с них были какие-то слабости минуты когда они сдавались минуты когда они переживали минуты когда они понимаете проявляли слабость каждого из них есть если вы поищите вы найдете поэтому но господа же выбрали поэтому ученик должен стараться всегда видит все то то что хорошее что что могут он взять и практиковать но если он видит что премьер дальний момент учитель говорит одно, но делает не то. Тогда не учитесь у того учителя. Тогда не учитесь у такого учителя. Понимаете? Это тоже зависит от того, как вы к этому относитесь. Понимаете? Это тоже зависит от того, вам нужны эти знания или нет. Вам ценна эта мудрость или нет. Если у него есть бесценная мудрость и опыт, лучше берите их. Лучше берите их и идите дальше. Я теперь со стороны глядя на такие вещи вообще не делаю выводы. меня была жизни 2-3 раза такие случаи которые мне показалось одно а потом в реальности ситуация была совсем другая однажды ко мне на тренинг пришел один мужчина ко мне на тренинг пришел один мужчина он был очках он сидел на очках это было город астана он сидит и не пишет обычно когда люди не пишет я понимаю как ученый что когда человек не пишет он подсознательно принимать решение это неважно это ясно это понятно то есть серьезно не учится когда я вижу что человек серьезно не учится я хочу этого человека отправить домой я иногда сразу выгоняя из зала говорю вставай дорогой иди домой ты все равно не учишься ничему и не надо свое время потратили мою давай иди отдохни пожалуйста забери свои деньги иди домой я смотрю вот это человек сидит в очках и он сдает вопросы он сдает все ли вопросы он так весело разговаривает и так далее мне так-то неудобно стали его выгонять из зала или отправлять домой его и так далее но я смотрю на него он вообще не пишет вообще не пишет и это это вызывает у меня каток ощущение что как будто игнорирует мою учебу но перед этом дикой участвовать дискуссии хорошо сдать правильные вопросы участвовать дискуссии я думал ну и ладно пусть будет пусть останется честно скажу вам первые половины наше занятие несколько раз у меня появилась мысль его отправить домой а потом как-то смирился думал ой классный мужчина ладно пусть останется но когда закончил учебу когда закончил тренинг когда объяснили наши дальнейшие действия дальнейшие наши уроках и так далее и потом этот человек мне говорит этот человек мне спрашивают а инвалидом есть скидка а я спрашиваю а кто это инвалид и он говорит это я я слепой вы знаете у меня так внутри сжималась так мне больно стал внутри мне было так перед самим собой неудобно думал боже мой не дай бог и этого человека отправили бы домой не дай бог хоть что-то не то сказал бы это ранил бы его сердцу понимаете не каждая ситуация которая вы видите со стороны она является таким она является может быть действительно по-другому чем вы думаете вы просто до конца я если в чего-то не осознаете не поняли не все ситуации являются такими не делайте вывод со стороны выйдя жизни других людей и не делайте вывод просто пара раз с ними общаясь ли увидя их на слова и так далее не делайте вывод всегда принимать людей какими они могли бы стать всегда стараться видеть в людей самое лучшее мой наставник говорил мне когда-то если два бабочка объединяется один должен умереть с годами и начали понимать бабочка это из душа человека это символ душа человека востоке так принимается это означает что если наставник ученик встретились одно из них его мнение должен умирать чтобы они стали одно целое и продолжить не стали тогда они будут очень многого добиться очень многого дорогие мои ставьте лайк под нашу рубрику рекомендует своим знакомым друзьям ищите себя сильного наставника желаем вам успехов